Здравствуйте. Шпаклевка стен. Три основных принципа шпаклевки стен и множество советов. В прошлых выпусках мы уже узнали о грунтовке стен и о шпаклевке. Пришло время объединить наши знания. Сегодня будем разбираться непосредственно в шпаклевании стен. Весь смысл выполнения шпаклевки стен в том, чтобы сделать стены ровными и гладкими и убрать все неровности и изъяны. Вне зависимости от последнего декоративного слоя, после шпаклевки стены все неровности будут удалены с поверхности, а значит и сцепление последующих краски или обоев будет намного лучше. Для работы нам понадобится шпаклевка, валик грунтовка, шпатель большой и маленький, ведро или другая емкость для разведения смеси, а также чистая вода комнатной температуры. Итак, начнем с главного. Определимся с объемом работ до покупки шпаклевки. Конечно же желательно знать и конечную цель шпаклевка под обои или шпаклевка под покраску. Как мы помним из выпуска о шпаклевке, шпаклевка бывает разная. Для тех, кто смотрит наш канал первый раз, советую посмотреть. Ссылку на ролик я оставлю в описании под видео. Но не будем отвлекаться, проведем осмотр стен. Желательно знать, какие дефекты имеют стены до покупки шпаклевки. Хотите ли вы их выровнять, шпаклевкой или достаточно небольшого слоя под обои. В моем случае сильных неровностей нет, самые большие углубления в том месте, где мы сломали стену. В этом месте будем восстанавливать угол, а значит в любом случае придется накладывать шпаклевку несколькими слоями. На втором месте по толщине слоя шпаклевки будет то место, где я убрал плитку. Клей для плитки имеет высокую адгезию и после того, как я снял плитку остались заметные неровности. На остальных стенах нет критических изъянов, лишь небольшие углубления, оставшиеся после снятия обоев. В некоторых местах их оставил шпатель, которым я снимал обои. В других шпаклевка отошла вместе со старыми обоями и осталась на них. В любом случае в этих местах глубина небольшая. С ними справится любая шпаклевка. После изучения фронта работ я остановился на шпаклевке гипсовой безусадочной геркулес gt33. В этой шпаклевочной смеси толщина слоя не ограничена, это означает, что можно накладывать и толстый и тонкий слой. Шпаклевка не отвалится. Поскольку данная шпаклевка безусадочная, то даже большой слой не трескается после высыхания. Обладает повышенной белизной, что отлично подойдет под поклейку обоев. В том числе и в тех случаях, если обои светлых тонов. Ведь именно в случае светлых обоев темные пятна могут просвечивать сквозь обои. На упаковке приведен калькулятор расхода, а значит можно купить столько упаковок, сколько потребуется. Но обратите внимание, сейчас магазины должны принимать оставшуюся вашу шпаклевку. Конечно, при условии, что вы не испортили внешнюю упаковку и ее содержимое. Однако мы отклонились от основного лейтмотива нашего видео. Вернемся к шпаклевке стен и непосредственно к проведению шпаклевочных работ. Поскольку мы выбрали шпаклевку для внутренних работ, то температура в помещении должна варьироваться от 5 до 30 градусов Цельсия. Хотя, на мой вкус, 30 градусов достаточно много для такой активной работы и температуру можно держать и поменьше. Во-первых, работать будет полегче, а во-вторых, вода из шпаклевки после нанесения будет испаряться немного дольше. Это даст вам чуть больше времени на исправление огрехов, если вы их, конечно, допустите. Но на ошибках учатся, а потому, наверное, даже и хорошо, если вы немного ошибетесь в первый раз. Ведь главное это заметить и не допускать промаха в будущем. Именно этот процесс называется обучением. После регулировки температурного режима запаситесь водой. Не всегда в помещении, где идет ремонт, работает водопровод. К сожалению, это случилось и со мной. Смесители были сняты и в ванной комнате, и на кухне, а вода была перекрыта. При открывании крана вода, естественно, лилась в двух местах одновременно. Можно было поставить заглушки, но мне разрешили набирать воду добрые соседи. Подписывайтесь и жмите на кнопку колокольчика для настройки уведомлений о выходе новых серий. До начала шпаклевания убедитесь, что основание является сухим и чистым. Если на стене имеются какие-то масляные пятна, их лучше убрать. Если старая шпаклевка шелушится или держится ненадежно, смело откалывайте. Будет обидно, если кусок стены отойдет вместе с новыми обоями. Всю поверхность стен обязательно прогрунтуйте, особенно тщательно в углах. Как выбрать грунтовку и какие виды грунтовок бывают, смотрите видео грунтовка стен на канале Домовой. Ссылку я оставлю в описании. Далее, после изучения инструкции, я развел шпаклевку в воде для получения шпаклевочного раствора. Напомню, по консистенции он должен напоминать густую сметану, быть однородным и не иметь комочков. Если у вас нет мерных емкостей для приготовления раствора, налейте в ведро одну четверть от всего объема и медленно всыпайте шпаклевку. Будьте аккуратны и осторожны, будет очень много пыли, а нам нельзя прозевать нужный момент. Цыпки до тех пор, пока над водой не будет разрешаться небольшая горка. Тщательно перемешайте все миксером, стараясь не допускать остатку сухой шпаклевки в углах емкости со смесью. Подождите около 6 минут, еще раз перемешайте и переходите к намесению шпаклевки на стену. Для того, чтобы в процессе шпаклевания у вас не было царапин на поверхности, всегда тщательно моете инструмент. Это касается и шпателей и емкости, в которые вы будете готовить раствор. Если на стенках ведра останется старая шпаклевка, то рано или поздно она попадет в раствор. Комочек на лезвии шпателя оставит глубокую царапин или задир на поверхности. А по закону Мерфи, или по нашему отечественному закону подлости, это случится именно в том месте, где вы долго выравнивали поверхность толстым слоем. Придется перешпаклевывать этот участок стены, а переделать одну и ту же работу не нравится никому, если конечно вас зовут Несизиф. Хотя что-то мне подсказывает, что ему это не нравилось вовсе. Начинайте шпаклевку стен с глубоких дефектов стены. Нанеся на длинный шпатель немного шпаклевки, можно пройтись по периметру всей комнаты, а уже маленьким шпателем заполнять впадины, неровность или большие трещины. Все углубления в стене обязательно расширьте. Это на языке отделочников значит расшить. После этого процесса смесь будет лучше держаться внутри выемки из-за увеличения площади соприкосновения. Вдавливайте шпаклевку в трещину движением крест-накрест. В то же время следите, чтобы угол скрещивания шпателя и трещины отличался от 90 градусов. Иначе вы смажете весь раствор обратно на шпатель. Сильно давить на шпатель не нужно, он прогнется и неровность останется. Во всем нужна мера. За тот временной промежуток, пока вы начнете наносить основной слой шпаклевки на стену, шпаклевка в глубоких дефектах подсохнет и в то же время хорошо схватится с последующим основным слоем. Нанося основной слой шпаклевки, помните о трех главных принципах шпаклевания. Первое. Для того, чтобы получить на стене толстый слой, проведите шпателем под острым углом относительно стены. Почти параллельно со стеной. Угол между стеной и шпателем не более 20 градусов. Второе. Если вам нужен тонкий слой, угол при проведении выдержите около 55-75 градусов. Третье. Если поверхность ровная и заполнить необходимо только мелкие трещины и царапины, приближайтесь к тухому углу. Почти перпендикулярно к поверхности или 90 градусов. Назовем эти правила шпаклевкой по градусам. Кстати, с градусами лучше не злоупотреблять, если хотите ровную поверхность. После того, как первый слой высохнет, при необходимости наносится второй. Второй слой желательно наносить перпендикулярно первому. Причем, если первый слой наносят сверху вниз, ну или снизу вверх, вертикально. Второй нужно наносить горизонтально от окна. Как видно, в процессе высыхания стены даже после первого раза меняются на глазах. Отчетливо видно, как влага высыхает после нанесения шпаклевки на стену. Темные участки после высыхания шпаклевки становятся светлыми. После того, как высохнет основной слой, есть два варианта. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, нужно будет или шлифовать, или шпаклевать еще раз. Шлифовка всегда осуществляется ручными терками. Если использовать электроинструмент, велик шанс оставить еще больше следов от инструмента. Поэтому берем шкурку или сетку для шлифовки, вставляем специальную терку для шлифовки и начинаем обрабатывать поверхность. При шлифовке поверхности действуйте по ситуации. Свободной рукой определяем впадины и выпуклости. Обязательно счищайте все острые, торчащие бугры и неровности от шпателя. Тщательность шлифовки определяет конечный результат. Так, даже свод правил ранее с них выделяет четыре типа поверхностей. Самая нетребовательная категория К1. Такие поверхности готовят под выполнение облицовочных работ плиткой. На них допускаются царапины, раковины, задиры или следы от инструмента не более 3 мм. В зависимости от типа обоев или декоративной штукатурки существуют категории К2 и К3. И если К2 еще допускает наличие углубления до 1 мм, то на К3 могут быть только следы от абразива шлифовальной сетки. Тени от бокового света допускаются, но у К3 должны быть намного меньше, чем у К2. И вишенка на нашем торте шпаклевочной поверхности категории К4. Это идеально ровная поверхность под покраску глянцевой краской. Нанесение глазури, тонкослойной венецианской штукатурки, а также поклейки тончайших металлизированных обоев или глянцевых фотообоев. Качество категории К2 меня вполне устроит, тем более что обои я планирую выбрать потолще. Поэтому второй раз шпаклевать буду локально, только в местах больших недочетов. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся и жми на кнопку колокольчика для настройки возглавлений о выходе новых серий.